В этот раз за четыре дня нам нужно без денег добраться из Будапеста в Фрагу и успеть на самолет обратно в Москву. Как два пальца. Чё за нахрен, Братислава, блин. I know nobody here and I have no place to go. Не могу сказать, что со второй попытки у меня лучше получилось ночевать на улице. Они говорят, ты можешь кровь сдать, и тебе заплатят 20. Just play the dumb American. С одной работы две соточки, а мне нужно было на секундочку 240. I want to know what you're doing, mate. What? What you're doing. Ночной город, блин, темнеет. Ты несешься по этим улицам. Кайф. Меня харкнул ребенок. Потеряемся к херам сейчас в Братиславе. И загнется наше любимое вами, дорогие зрители, тревел-шоу. Мы обещали, мы вернулись. Сейчас я выгляжу чуть иначе, чем на предыдущем видео и на видео дальше, но об этом чуть позже. Если вы не смотрели первый выпуск нашего революционного тревел-шоу, суть в двух словах. Я приезжаю в московский аэропорт, понятия не имея, куда лечу. Там друзья передают мне два билета. Один в любой город мира, и второй обратно в Москву через несколько дней, но уже из другого города. За отведенное время я должен добраться из первого города во второй без денег и успеть на самолет домой. Что будет, если я не успею? Меня побреют на лысо. Заинтриговал? В этот раз со мной есть Олег. Я должен был встретить его три часа назад, но немножко опоздал. И он меня уже ждет. Олег – это оператор. Он живет в Крыму. Утром 2 сентября, в день старта нашего трипа, он отвел дочку в первый класс, сел в самолет и прилетел в Москву. Здорово. Здорово. Привет. Привет. Долго ждешь? Сразу оговорюсь. У Олега есть деньги. Если он хочет есть, он ест. Если я не нашел, где ночевать, он заселяется в хостел или гостиницу. Я не знаю, куда мы едем, но такое ощущение, что мы и продюсеры, назовем так, этих людей, в восторге от всей этой идеи. Бл***ь, вот он ебаный урок. Что, заранее забл***ь, нельзя же нахуй было приготовить, чтобы отправить сразу? У нас же время не ждать. Мы же только этим хотим заниматься в жизни. Давай завтра снимем его. И всю душу вложили в выбор места. Может, Скандинавию, там дорого, он дох**а денег потратит. И, возможно, не вернется. В Беларуси он был, но он только в Минске был. Могилев. Могилев Гродно. Да. Могилев Гомель, как тебе, за три дня доедешь? Могилев Брест, Брест же еще на границе как раз с Польшей. С креативизмом. А это реально ваш друг? Может, его будут отправить, как в Евраторию они ездили. Они в Англию сначала попали. Лондон, Париж, Амстердам, Братислава, Берлин, Рим. Это тяжело. Тяжело очень, обещаем. Ну ладно, давай просто в Братислава отправим, чтобы он не знал, действительно там обменный курс такой или нет. Тим, изнимись у нас, пожалуйста. В какую страну бы ты поехал? В Европу без денег? Без денег, да. Без денег прям. Да. Ну, наверное, Италия. Все, договорились. Туда мы не поедем, Никита. На вечеринке лучше. Он прислал мне на карте 43 500. Так, это еще одна, блядь, задача. Ну да. А мы же еще операторы должны быть? Да, то есть получается нам надо туда-обратно 43 500 подрать. Блядь, это еще и для нас квест. Это еще дата такая ебаная, что-то она реально дорогая. А это что в понедельник? Что, супер бизнес дата? Тебе уже в школу летят. 10.05 вылет. Ну, вот это нормально. Один день в пути. Все, Прага, Берлин? Да. Ну, как мне интересно. Ну, у него блог 150 человек смотрит. Да. Блин, у меня руки реально трясутся. Итак, мы летим. Ты в курсе, куда мы летим, а я нет. Но, тем не менее, Будда, Будапешт, наверное, это. The destination, Будапешт. Так, в Будапеште мы будем... Ни хрена непонятно. А, вот, в 23.45. Ну, походу, мы не уедем в 23.45 из аэропорта. А обратно. Обратно. А я знаю, я знаю, я знаю, я знаю. Ээээ, ненавижу пиво. Прага. Уху. Фанфэкт. Папа Олега гадал, спрашивал, куда ты поедешь, предлагал разные варианты. Да. И в какой-то... Ну, давай, как он тебе сказал? Ну, что, говорит, да, я понял вашу движуху, вашу идею, все, кайф. Говорит, сука, главное не в Будапешт, чтобы вас занесло. И мы летим в Будапешт. Именно. Ух! Я. Ух! 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 Для начала давайте разберемся, как и куда нам вообще ехать. Если что, вот этот маршрут, который я выстроил сейчас, это пеший маршрут. Он показывает, что 4 дня 14 часов. Вот так мы успеваем. Чисто теоретически мы можем прилететь и пешком просто все это время идти и успеем. Давай так и сделаем. Мы можем промежуточную остановку сделать либо в Братиславе, либо в Бурно. Мне кажется, что лучше в Братиславе, потому что это типа третья страна. А в Бурно это все-таки... Конечно, лучше в Братиславе, братан. Что там у тебя? Я смотрел Евротрип. Было очевидно, что я навряд ли найду кого-нибудь, у кого можно переночевать. Но на всякий случай до взлета я накидал несколько сообщений на каутсерфинге. Мы летели лоукостером, еда на борту была платная. Поэтому я ни там ничего не ел, ни с собой не взял. На каутсерфинге, естественно, никто не ответил. Ехать в город ночью смысла не было никакого. Поэтому мы остались в аэропорту, и я понял, насколько меня избаловала Москва. Последний год я постоянно выделываю, что Шереметьеваде узкий, тесный. Какое-то недоразумение, а не аэропорт. В Будапеште, например, если нашел место, где можно нормально сесть, это уже победа. Очень много рейсов прилетает где-то с 8.30 до 8.45, прям один за другим. Я предлагаю часов до 8 поспать и потом попробовать просесть кому-нибудь на хвост без тех, кто прилетит. Ну вот, 8.30. На тачке, да? Ну, типа, давай. Если не получится уже там смотреть, если еще по холодку добраться. Блин, это у меня реально от бабушки. По холодку добраться до города, там, пешком. Ну, не хотелось, мне кажется, лучше просесть. 5 часов и не там. Сегодня я проснулся, привел себя в порядок, улыбнулся. И сейчас попробуем уехать, наконец, в Будапешт, спустя, сколько мы, 10 часов здесь уже? 10 часов за рубежом, дышим воздухом свободы и все еще в аэропорту. Чем дольше я смотрю в объектив, тем тупее я становлюсь, я прям чувствую. Я снимаю, братан. Повел, понял, понял. На данный момент единственный вариант общественного транспорта, на котором можно добраться из аэропорта в город, как мы поняли, это автобусы, которые вроде бы стоят евро с копейкой. Я, опять-таки, не уверен, потому что здесь все в венгерских... В бульденах. В бульденах? Франках? Блин, такая стыдовая, я ничего не знаю про венгарию. В общем, в венгерской валюте 350 венгерских... Мы хотим попробовать упасть кому-нибудь на хвост. Я должен приехать из Будапеста в Краге в четыре дня, без денег в целом. Есть ли у вас возможность, чтобы вы меня с вами ездили к Будапесту? Извините, но мы все остались. Которые все остались. Хорошо, хорошо. Спасибо, спасибо. Спасибо за субтитры. Не знаю, что я наснимал. Я говорю, нормально ли я с оператором еще? Он говорит, окей, я не могу гарантировать, но окей. Если мы с тобой будем сейчас здесь стоять, типа... Это странновато. Так, давай, какой у тебя есть? Какой у тебя есть план? Чего у меня план? У меня как обычно друзья спасают. Тут еще есть очень крутой буддийский центр. Прямо в центре. Там есть друзья. Мы часов в шесть туда зайдем. Слушай, ты прям знаешь этих людей? Или просто они друзья, потому что они Буддийские? Я знаю людей. Ну, друзья, конечно, потому что они друзья. Ну, в смысле, ты их, возможно, не видел? Да, конечно. Возможно, ни разу. Я посмотрю. У меня немножко с ума сходит автофокус. От твоей красоты. Спасибо. Спасибо большое. На самом деле я тоже начитался советов о том, что в других странах можно найти помощь в монастырях, церквях, ашрамах. И раз уж у Олега оказались незнакомые друзья в буддистском центре, начнем с него. Итак, мы пришли в буддистский центр, нам сказали, что в 6 здесь начнется медитация, на которой мы можем прийти и в принципе можем остаться даже здесь на ночь, потому что есть свободные места, для этого нужно обычно написать какие-то письма. Нам сказали, придите на медитацию и все. Через 4 часа будет медитация. Я ни разу в жизни не медитировал. Олег медитирует каждую секунду. Даже сейчас он стоит и медитирует. Да, наслаждаюсь. Автобус, автобус проехал. Олег очень сильно хочет меня накормить, и мы сейчас спускаемся в супермаркет, чтобы поискать какую-нибудь дегустацию. Сыров, вина. Что еще дегустируем? Колбаса. Вера в то, что мы переночуем в буддистском центре, расслабила меня максимально. Если бы я знал, чем все закончится, шевелил бы булочками чуть активнее. Это видео. Не знаю. Фото, фото. Ты любишь Россию? Понял. Костик. Может быть, по мне сложно сказать, но я прям в восторге, потому что... Ну, мне очень нравится здесь очень красиво, и очень для меня необычно. Но Олег почему-то считает, что это как в Москве. Это реально как в Москве для тебя? Да ну, ты подумаешь. Вот это, блин, Москва? Москва, да. Москва, река, вот, Кремль. Так и мон. Ну, вот кольцо, как МКАД, да? Ну, да. Москва? Да, Москва. Стоит опять МКАД? Стоит. В общем, все это время мы просто ходили. Не искали работы, не искали ночлега, не искали славы, не искали любви, случайных связей. Просто ходили. Моя главная беда заключается в том, что я обычно не придумываю планов Б. и сделала этого и в этот раз, потому что как-то интенционно мне показалось, что все будет нормально, мы останемся здесь, в этом буддистском центре. Мы пришли сюда, мы помедитировали, ничего не снимали. Они были не то, что вы против, ну, просто зачем мешать, зачем нарушать покой людей. Пообщались с ними, люди прекрасные, но нам сказали, что останавливаться здесь могут только буддисты. Я пока еще не буддист. И то только в том случае, если они приезжают сюда, чтобы медитировать, саморазвиваться, а не в такой ситуации, как мы сейчас оказались. Поэтому сейчас на часах у нас сколько уже? Десятый час с вечера. Мое любимое время для того, чтобы искать жилье. У меня горит задница, я не хочу ночевать на улице. Нам нужно бежать, искать каких-то людей, у которых можно сегодня остановиться. Итак, ночь. Я в незнакомом городе в чужой стране. Шансов что-то найти с каждой минутой все меньше. Я понимаю, что снова остаюсь на улице. Нужно срочно что-то предпринять. А когда нужно срочно действовать, я обычно падаю в маке и залезаю на каучсерфинг. Интернет в роуминге у меня по-прежнему не работает, и я привязан к вай-фай точкам. Мы просидели там больше двух часов, и я написал столько сообщений, сколько вообще никогда там не отправлял. Больше пятидесяти точно. Но ответа не получил ни одного, и отправил Олега на улицу снять через окно, как я в безысходности выбрасываю телефон. В тот момент, когда ты снимал, как я, отчаявшись, кидаю телефон, мне написал один из тех людей, который мне написал. Мне написал один из тех, кто мне написал. Вы можете прийти. Я недавно переехал в новый апартамент, и здесь бардак. Я ему написал, типа, все норму. Второе мое сообщение он пока еще не открыл. Вот, походу, мы идем куда-то сейчас. Великолепно, братан. Ну, он еще не открыл второе сообщение, поэтому я сейчас все равно еще не совсем уверен в том, что... Давай еще раз на улицу выйду. Так что, возможно, да, возможно, придется отыграть еще раз уже полное... Полное отчаяние, да? Прям капец. Кайф. Смотрим. Шот-бар! Шот закрыт, ваш шот-бар! Угораем в Будапеште, угораем! Я, чтобы вы понимали, в Будапешт просто так с Майклом Джексоном приехал. У меня жесткий расфокус. И... And finally, Томас, the savior. Hi! Welcome to be the best. Yeah, thank you. We came yesterday. Yeah, so what do we do next? So, the thing is, I have three beers in my bag, so we can have some beers at my place. Or, if you want to go for some beers in a pub, that's fine as well. But I think tomorrow, I need to wake up around eight, because I work, and, yeah, so I can't push it too much, I mean, I can't go crazy tonight. But right now, it's about 2 a.m., you've got six hours left. Yeah, that's true, that's true. And you still want to go somewhere? No, to be honest, naturally, I mean, we have some pubs around. Uh-huh. I'm just leaving two minutes walking from here. I don't like beer, I don't drink at all. Okay. And you are really lucky, because one thing, I moved here on Sunday, and another thing, I downloaded the Couchsurfing app two days ago, and I just saw that my response rate was 0%, and I was really ashamed of myself, so I was hoping to get some requests that I can answer, because then, obviously, my response rate improves. And, yeah, and now you are here, so it's really, it's really good timing. And I was surfing a lot, I was surfing a lot in Germany, France, India, and anywhere I, and anywhere I. France was the best, and the easiest, so. You should visit Russia. Yeah, man, I really wish to visit Russia. So, the place I would be interested in is the Euro, the mountains, I like it. I'm not. I'm from Siberia. Siberia. Siberia, okay. Baikal, if you've heard about it. Lake Baikal. Baikal? Of course, I've heard about it. So, for example, that's another thing that I would love to see, and, you know, there is this cliché trans-siberian train, but I really want to do that. I mean, everyone wants to do that, but I think it would be fun. I guess in Russia nobody. We don't have such a dream, yeah. Thomas, помимо того, что спас меня от ночи на улице, еще и дал ответ на главные вопросы всего дня. Зачем вокруг дерева раздевалка и почему на ней лисы? It was a good catch, that you found this long line. It's everywhere. And it created your attention. Yeah, of course. And it's something weird. It's weird. It's weird. It's a dog. But they made two-tail dog party. Two-tail dog party, или партия двухвостой собаки. Была создана как пранк, высмеивает политическую элиту Венгрии, и в своей предвыборной кампании обещает такие вещи, как вечную жизнь, мир во всем мире, два заката в день разных цветов, уменьшенную силу гравитации, низкие налоги и бесплатное пиво. Партия получила достаточную поддержку населения, чтобы участвовать в парламентских выборах. My friend said to me, then I have mobile. My friend said to me, you won't believe this. The national television. Смотрите, сейчас будет отрывок из настоящей, серьезной политической передачи, в которой реальный кандидат отвечает на вопросы журналиста. А вот этот грозможные снятся для ф radial heroes с другом? Кот 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 Anusメ Мир, те, чак миден машотик о фэлле тарту метоорит от сэрэннэнэк элтэйтэнэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэйтэй Они хотели решить это, чтобы сделать это гораздо лучше. И что произошло? У нас государство и милиции не так, потому что это не их достигает, это не их достигает. Это был шикарный партнер. Они заставили их, и они заставили их, что они заставили, что они заставили много денег, если они не заставили. Хотя не так уж и далеко они от нас ушли. Если вы хотите взять это, вы можете взять это. И некоторые другие города говорят, что нужно это. И они пришли сюда. Это очень круто, ребята. Так что вы можете оставить, как вы хотите. И просто дайте мне кнопку. Я могу дать вам адрес. Чтобы вы понимали, каких людей можно встретить на каучсерфинге. Вчера я рассылал сообщение поздно ночью. Томаш ответил мне в половину первого. Встретились мы с ним в половину второго ночи. Сейчас он ушел работать, а мы сидим у него в квартире. Мы его первые гости. Он заехал сюда пару дней назад. Снимает эту квартиру за 350 евро. И планирует сделать из нее студию. Где будет снимать, как вы думаете, что? Неожиданное видео для ютуба. Кстати, хотите? Покажу, от чего в этой квартире мы с Олегом ну просто без ума. Какая славная. За последние 36 часов я съел конфету, которую мне дали буддисты. И выпил банку цитрусового пива у Томаса. Настроение боевое, пошагали. Подпишечься позדок. Да. М이었аж по 10 копеек. Руфт напоминали. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал 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 DimaTorzok то мы сможем платить вам немного, поэтому мы делали немного Mario Kart вокруг Дудапешт. И это было довольно красиво. Мы путешествовали по целому часу, и, luckily, мы не потерялись с рыбой желтой, потому что это было бы уничтожено. Но, в конце концов, мы смогли закончить это, и мы получили красивые т-shirts для нас. Дальше мы знали, что мы не знали, что мы не знали, поэтому мы приехали в Деактэр. И Деактэр, мы могли бы встретить. О, sorry. Ревинд, что история... Мы были встретили с другом. Он был готов к дедушке, и он был бы отдохнуть в день, который был бы отдохнуть в ночь, это очень круто, потому что мы были знакомы с 40 минут, и мы могли бы уходить на его couch за немного. Дальше мы были в Дудистом, и мы могли бы медитаться за 1 час. Unfortunately, the girl that was there, she's like, yeah, you know what? I wish I could give you a little bit of place to stay, but you're not really Buddhist enough. You're not that cool to stay with us. So guess what? You've got to go on your way. So we went on our way, and we ended up here, and that's where we left off. So we were walking around, filming a little bit, and we ended up meeting with a couple of local Hungarians, plus an American man that we found here. I don't know. You mixed everything with that. I mixed everything, I'm sorry. You know, but... So, how did we get on the train with a American man? So, we bought me a ticket tomorrow to Bratislavu. I haven't eaten for almost two days already, but it's a mess. It's not a mess. It's more of a concern that it's 10 o'clock in the evening, and we don't have a place to sleep today. And we need to find out very quickly, otherwise we'll have to sleep somewhere on the sidewalk. What would you like to do? They wrote about Buddhists and asked me, how are you doing? Yesterday I wrote on Couchsurfing all the time, so the meaning of it was completely gone. And I decided to find help on the street. It's difficult, because I'm working tonight. Yeah. Most of my friends are outside from Депест, but I don't know if you just ask random people. That's what I do. It's good when you're not alone in this situation, and you have to support me. Oleg поддерживает me by saying, that nothing will happen, and I will not find anyone. Hi guys, do you live here? Yeah. It would be great if you would help me. For me it's always possible. I live next to me the best. I live in another city? Yeah, yeah. That's cool. And maybe you know someone, or some places. You want a... I need just a coach to... A coach? Yeah. And... Oh, how do I want to find something for Oleg, but it's clear that there are almost no chances at night. Right now I'm looking for a kind of place, where I could stay for tonight. You should ask him. Yeah. Him, yeah. He's my fiancée, and he has an apartment right now, that he could probably get you to live there, yeah. Just ask him, Moncho, come here for a little bit. Yeah, what's up, man? I bought a ticket to Bratislava for tomorrow. I know nobody here, and I have no place to go. Yeah, for sure. No, for sure, man. You can stay at my place. You have a phone? And by the way, why are you here? Oh, why am I here? Yeah. Oh, because I like to sit on a bench. No, I don't... My ass is not meant for a floor. You guys are just more than watching. For sure. Surprised a little bit. Yep. Surprised a lot. But you guys are from where again? I'm originally from the US. I'm from California. I came here maybe about five years ago. I was living here in Hungary for about three years. I met Sharlata. You came to study? No, I was actually here as a Catholic missionary. First. And then I went back home, or whatever. And then I... Well, during that time I met Sharlata, and then we've been in a relationship since... We were sitting together at 5-6. We were sitting together at 5-6. And then we discussed all the time. But the main idea of this dialogue, is that the Hungarian language is on the third place in the world of the сложности. After the meditation, I don't have to worry about this, but my sister Sharlata, for a while, tried to convince me, that I'm not right. And the Hungarian language is on the third place in the world of the сложности. We have an attitude and an attitude. I'm not going to fool anyone. I didn't understand how it happened, but it happened. Yeah, I don't have money, but there's a phone, on which I'm connected to Apple Pay. And at this point, I was already so sad, that when people told me, that they probably won't leave the bus, I just bought it for 1€. They were asking me to pay for 1€. They were asking me to pay for 1€, I couldn't pay for 1€, and if I went on the road, they probably went with me, and I didn't want them to give me. I'm sorry that I did it, but later, I will pay for 1€. As we go in, just probably go in between us. Like, they have, we have bus passes and stuff, so we just go between all of us, and we just, we just show our shit, and we walk in, and we walk in, all of us together, and then tomorrow, you can keep it, you know? But if, but if the bus is like, no, no, what about those guys? oh, oh shit, okay, sorry, and then you, and then you do it, you know? Yeah, just play the dumb American. That's the plan. Like I've said. Plan sработал с точностью наоборот. Billet спросили у меня одного. Проехали мы недалеко. По ощущениям это расстояние я прошел бы за час-полтора, но че уж теперь. ух. 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 Если хотите, можете заценить инстаграм Рамона. Эти парни там постоянно. Ух. 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 Итак, спустя 50 с лишним часов после вылета из Москвы я наконец-то поем. На следующий день Рамон познакомил нас со своей авторской кухней. Рамон познакомил нас со своей авторской кухней. Как вы думаете, что вы получите такую мастерскую кухню? Ну, когда я впервые приехал сюда в Англии, я не знал много еды. Купить еды здесь не так, чем еды в США. Я помню, что я любил паприкан. И потом я думал, что надо было бы готовить для моего гостя. Я думал, что мы добавили на пирог, поставить его в него и посмотрим, как оно вкусно. И это все хорошо. И вы будете заваривать это на праздничество? Нет. Нет, unfortunately не. Как много людей это tasted? Ты первый? Да, ты первый, вообще. Я удивляюсь. Я люблю это. Спасибо за эту интервью. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Олега, не хочу тебя торопить, но мы уже реально и на автобус можем немножко подопоздать. Олег. Мы успеем? Вот отвечаешь. Не знаю как вас, а меня уже задолбло монтировать нашу ходьбу, но мы действительно тратим на нее большую часть времени. Давайте максимально сократим этот момент. Я иду. Идут мои ноги. Олег идет. Люди идут. Идет мужик посередине дороги. Может себе позволить. Экстер. Олег не проотвечался и на автобус мы успели. Этот выпуск по большей части получился про Будапешт. И я вообще не расстроился. Мне очень понравился город. Очень. Для меня Будапешт – это место, куда хочется обязательно вернуться, в идеале, с любимой женщиной. Но расслабляться рано. Впереди еще две ночи в Европе. Братислава. Арт-галерея. Дом-умение. Я, честно говоря, не понимаю, что происходит. У меня такое ощущение, что это после последних нескольких дней, когда эмоции реально… Я не ожидал, что так будет, но эмоции зашкаливали. И что-то сегодня вообще ничего не чувствую. И мы приехали в Братиславу, и, судя по всему, ранним утром будем отсюда уезжать. Ну, то есть город не посмотрим вообще. Сейчас прошлись ночью прикольно. Чувствуется и Европа, и тихо. Темно, правда. И, может быть, город задрипанный, но в ночи не видно. Но тут атмосферный, очень приятно здесь находиться. Сейчас попробую найти какой-нибудь хостел, в котором можно будет переночевать без денег. Такая идея, чтобы как-то разнообразить процесс. Ватный, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 О, здесь закрыто. Внизу подкрылся. Нет, там, по-моему, мне кажется, какая-то кладовка. Нет, но... Есть кто-то здесь? Да, но от отречения нет. Нет, нет 24 часа. Нет, нет. Окей, спасибо. Ну, а что ты начинаешь? Ну, не железный, оставайся, ну, не здесь, а в другом месте. Давай я пошатаю сюда-сюда, я хочу пошататься сейчас. Пока я не найду место. Тут такое дело, мы немножко повздорили с Олегом, я пошел сам искать хостел, сказал ему, что пройду через 20 минут на то место, куда, ну, где он сидит. И что-то я, походу, ни хрена не успеваю, потому что ни одного хостела не могу найти. Они на карте есть, а вживую их нет. Вот, странно. Ну, судя по всему, потеряемся к херам сейчас в Братиславе. И загнется наше любимое вами, дорогие зрители, travel show. Блин, а шоу куда-то вообще непонятно куда. Еще один хостел работает до 10. Still 10 pm, окей. Я по пути нашел рандомный хостел. До 11. До 11. Круглосуточный, вроде бы. It's so hard to find a 24-hour hostel here. And maybe crash here till 6 am. Not at all. And if I'm just sitting, not sleeping, there is... Just forget. Я так понимаю, это последний хостел на сегодня. Говорю практически полный шепотом, потому что что-то тихо прямо на улице здесь. Он круглосуточный тоже, вроде бы. И хочется верить, что здесь все получится у меня. А нету его здесь. Реально его нет здесь. Че за нахрен, Братислава, блин? Если кто-нибудь знает, где находится Dream Hostel, который работает здесь круглосуточно, напишите мне, пожалуйста, личное сообщение. Письмо напишите мне, пожалуйста. 66-40-82, город Иркутск, микрорайон университетский. Я не живу там уже. Напишите мне, пожалуйста, письмо. Где находится Dream Hostel в Братиславе, который работает 24 часа в сутки, у которого дохера, блин, отзывов, который на карте здесь расположен, блин. И которого здесь нету ни хрена. Из плюсов, в Братиславе есть бесплатный городской Wi-Fi, который ловит в рандомных местах. Мне пришло сообщение от Олега, он заселился в какой-то хостел. Побежденный, но не сломленный, я пошел туда. Привет. Мой друг, просто здесь. Можешь, может быть, оставаться здесь за 4-5 часа, потому что мы в Прагу сегодня вечером. Я думаю, что ты можешь, но я не знаю. Что ты хочешь? Я просто хочу сидеть и, может быть, спать за пару часов. Потому что я проверил все хостелы, я думаю, в этой области, и все они закрыты. Я не знаю, я должен спросить моему хостелу, что я имею в виду, поэтому я хочу спать, чтобы платить. Но я знаю, что ваша решительность. Так, серьезно, я не знаю. После этого спустился Олег, мы долго говорили с парнем на ресепшене, и в итоге он предложил мне лечь на полу в бильярдный, вне зоны видимости камер. А если его босс начнет задавать вопросы, он скажет, что у нас были деньги только на одного, и если бы он мне отказал, мы бы ушли в другое место, и хостел не заработал бы ничего. И я, типа, сначала согласился на это дело, а потом что-то посидел, подумал, и, ну, это же малодушие, получается. Потому что если бы не было Олега, мне бы одному он навряд ли разрешил пройти и лечь там поспать. Поэтому я в итоге ушел, как я люблю, спать на лавке. Сейчас 2 часа ночи, я думал, что по пути там можно с кем-то поговорить, из людей может быть остаться у кого-нибудь, но, блин, я сдался все. Я обосрался, я сдался, и не хочу я ни с кем разговаривать, хочу спать на лавке. Я обожаю это дело, как вы знаете, как вы помните. Вот нашел себе лавочку рядом с созданием офиса администрации, если верить карте, республики Словакия. Надеюсь, что меня никто за это дело не накажет. И также надеюсь, что утром я продолжу снимать видео, что все закончится в итоге нормально. Все закончится в итоге нормально. Ну, чего уж, это же на лавке поспать. Я лежу на лавке, снимаю небо. Не видно ничего здесь, потому что что-то фонарей нет. Вообще здесь как-то в Протиславии с фонарями туго почему-то, очень темно. Это небо, вот я снимаю, вот рука моя. Звезд не видно. Было бы прикольно, если бы было много звезд, чтобы яркие были. И можно было поговорить о бесконечности, о глубине, о одиночестве. Но звезд нет. Пока. Чувак с гитарой только что помочился рядом со мной в пустыне. Я немного не так себе представлял тревел-шоу, конечно. Но получается пока вот так. Доброй ночи. В общем, я упал на лавку в парке, поспал, мне кажется, час. Замерз к чертям. Я решил, что надо пройтись найти более теплое какое-то место. В один из таких же переулочков зашел. Там была какая-то кальянная. Там вот спал. Ты там спал? Да. Ну как спал? Какой-то мужик начал, мне кажется, с пяти утра кашлять жестко. Прям за стеной у меня. И голуби начали фигачить час. Просто не выспался ни хрена вообще. Настроение потрясающее. Не могу сказать, что со второй попытки у меня лучше получилось ночевать на улице. Нет. Времени осталось мало. Карманы пустые. Поэтому мы сразу через гору идем на трассу, чтобы поймать тачку до Праги. Как я понял, здесь небольшой приют для кошек. И у входа в этот приют положили яблоки, помидоры, какую-то зеленушку еще. И можно взять, если хочешь, но нужно скинуть какую-нибудь монетку. Несколько евро. У меня денег нет, но яблока очень хочется. Вкусно. Первые 15 секунд неудачно. Постройся на пару часов. Есть у меня переживания. Че? Ну, насчет того, что сейчас хрен кто остановится, и мы не уедем никуда. Было бы прикольно, если бы кто-нибудь остановился, но никто не останавливает собачьи. Еще нормальная тема на заправку пойти. А заправка где? На телефон. Через полной команды. Ну, куда? Куда. Ну, пойдем туда. Ну, там реально два человека просто сказали. Нет, а остальные все просто пустые стоят. Они где-то ходят, пущатся. Ну, пойдем, поспрашиваем так у людей. Извините. Нет. Нет, спасибо. Есть ли у вас возможность, чтобы вы меня возьмете? Нет. Нет. А, вы не идете туда? Окей, спасибо. Есть ли у нас возможность? Нет. Нет. Не жили мы тут с тобой долго и счастливо. Не жили мы тут с тобой, собрана. Окей, спасибо. Не жили мы тут. Не жили мы тут, спасибо. Да, это нормально. Не туда еду. Я пойду в праг. Ты пойду в праг? Но я никогда не возьму что-то. И ты боялся? Кто ты, я не знаю. Что я должен сделать, чтобы ты уверен, что все будет хорошо? Я не знаю. Сказал, дай мне время подумать. Я еду в прагу, я ни разу этого не делал, и меня немножко страшно. Может, мы можем дать документы, чтобы сфоткал? Ну, как бы, мы нормальные, есть социальные сети, то есть мы блогеры. Буквально пятая, шестая машина, и уже в прагу. Ева немного подумала и согласилась на то, чтобы мы стали для нее Адамами автостопа. Но ей все же было немного страшновато, поэтому она потребовала, чтобы мы скинули все вещи в багажник, ничего не снимали и сели на заднее сидение. Почему так она чувствовала себя безопаснее, не знаю. Однако по ходу поездки ей стало спокойнее. Она сначала разрешила снимать все, кроме нее, потом предложила мне пересесть вперед, чтобы было удобнее, и в довесок еще и решила накормить. Потому что я хочу сказать, что вы так красивы. Я имею в виду. Сказать мне? Да. Спасибо. Ты так или нет? Спасибо. Я могу взять это к Крекке. Я имею в виду сейчас. Спасибо. Это не так комфортно для меня, чтобы взять и взять и... Вы уже помогали нам много. Я рекомендую. Если не было ты, то... Спасибо. Это очень круто, когда у взрослого человека получается пересилить свои страхи и открыться чему-то новому. И здорово, что Еве попались люди, у которых действительно не было злого умысла. Мы пожелали, чтобы только такие люди ей встречались, и наши дороги разошлись. И вот мы, собственно, в Праге. Ну, точнее, не в Праге, а, как говорит Элег, в пражских мытищах. И несмотря на то, что я жестко сейчас залипаю, жестко прям тянет меня спать, мы пойдем 11 километров в центр, потому что, ну, как-то тупо приехать в Прагу и не посмотреть Прагу. Самолет у нас завтра, а мы здесь сегодня. Я бы, конечно, мог наслаждаться тем, как современные жилые кварталы превращаются в деревенский пригород с яблонями на улицах и колонками для воды, а тот в старинный город с мощенными улицами и дворцами. Но мысли у меня были только о том, что нужно как-то заработать баблишко и закрыть свой будапештский косяк. Субтитры добавил DimaTorzok итак мы в праге до вылета осталось 12 часов а это значит что миссия выполнена процентов на 95 в этот раз я хочу это дело отпраздновать от ужинов на это мне нужно примерно 240 чешских крон включая проезд до аэропорта денег нет но как всегда есть козырек в рукаве уже можно выключать давно еще когда я учился в школе в интернете я увидел похожую картинку и сразу понял что это гениальная бизнес идея самой москвы я таскал в рюкзаке листой бумаги а3 и карандаши и вот наконец годы спустя смогу эту идею реализовать и он обед портфель но и 3 какие-то чё-то не приколисты пока не приколисты крайний случай ты просто не поешь мне нужно отметить завершение путешествия подпитишь водичкой братан немножко обидно когда кукушка привлекает больше внимания чем ты здесь стояла толпа и по-прежнему стоит и смотрит но возможно я выбрал не то место просто мимо прошла рядом сурной еще красиво сел заинтересовал девушку какой у меня здесь колокольчик спокойно как в школе у вас как вот вы О, ааааа. Только, да. Для этого? Да, конечно. Для этого? Ты не видел его еще! Если я был ваш учитель, я тебе дам... Я бы вам дам... Это мастер-пись, да. Вдать секунду. Это не так плохо. Это не так плохо. Спасибо. Это стихель. О, да, это круто. Он дам очень хорошо. Нет, ты должен попробовать. Бед, да? Да. Да, 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 да. Я делаю просто плохие фотографии. Но может быть, этот будет не так плохо. Потому что я получил хорошие модулы. Ха, хорошие модулы. Да. Угу. 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 Спасибо. Это для тебя. О, ты прекрасно. Да, ты немного маленький, потому что ты застал. И ты знаешь, что это перспективное. Понимаешь? Да. Спасибо. 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 Удачи. 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 в общем значит подошли ко мне ребята я нарисовал еще один плохой портрет отвратительно они мне заплатили 10 евро за это но аля вкурил в этого время крутил самокруточку крутил замок крутил самокруточку и не снял это на видео я не знаю кому моему а мог бы снять как я рисую клиента он крутил самокруточки моим клиентам у меня теперь 200 кроны 10 евро ну это не нет видео как я какие какие недовольные клиенты покажи евро то что ты зачем ну вот покажи евро не хочу зачем покажи уже не верю тебе были надо было раньше не верить когда ты самокруточки крутил 450 крон пошли я хочу больше у меня есть еще листы бумаги я не хотел больше я хотел гуляш гуляш купленный на заработанные собственным талантом деньги так вот всегда просто когда ты впахиваешь зарабатываешь деньги в это время все гуляшные закрывают тебе остается удовольствоваться только старо пражской колбасой под ноги и так не остро пока не пэпер болтс конечно но есть можно наша миссия выполнена на 98 процентов осталось просто доехать всего лишь то доехать оказалось действительно просто автобусы в аэропорт ходят круглосуточно стоит чуть больше одного евро и если уж мы смогли их найти ту и у вас проблем возникнет не должно на часах 22 мы приехали в аэропорт он один и вроде бы единственный и вроде бы тот а это значит что наша миссия выполнена на сто процентов сейчас хотелось бы немножко проспаться попробуем этим заняться традиционный танец победитель танцевал с душой проспаться не получилось резюмирую за прошедшие четыре дня мы проехали 525 километров и прошли около 50 я заработал 200 крон и 18 евро из которых примерно 10 даже не потратил этот раз я впервые в жизни медитировал профессионально занимался живописью и ездил за рулем по городу была ли эта поездка проще предыдущей сомневаюсь сделал бы я это еще раз о да ну вот и все во первых большое спасибо тем кто помог нам во время поездки тем кто поддерживал во время монтажа и тем кто досмотрел это до конца во вторых как я и обещал в этот раз монтаж занял не два года всего семь месяцев и я планирую делать такие видео чаще но очевидно что своими силами это непросто поэтому если вы снимаете монтируете занимаетесь анимации пишите музыку и тому подобное и вам интересно было бы поработать вместе я открыт любому сотрудничеству и наконец в третьих если вам понравилось это видео и хотелось бы сделать мне приятное посмотрите пожалуйста еще предыдущая вот его обложка или если уже видели расскажите о нем друзьям мне очень нужно чтобы она набрала 500 тысяч просмотров потому что борзе один из моих друзей сказал что если это произойдет он набьет себе татуировку с моим лицом уже вторую а для меня это мотивация покруче чем все золотые и бриллиантовые кнопки youtube я очень сильно хочу забить этого человека на этой ноте закончим спасибо за внимание бесконечная любовь пока я и и и Хочешь 2 000 чакранов? 2 000 чакранов я тебе дам Я тебе дам 2 000 чакранов Окей, дай мне Если ты мне показал твои буби Буби? Буби? Буби?